На просторах интернета у одного доморощенного психолога я видел такую дикость для того, чтобы иметь много подписчиков, хайповать. Он рассказывает о том, что, например, такую дикость я слышал, что вот деньги жены это ее же деньги, а деньги мужа это деньги всей семьи. Ну конечно, на такие лозунги подпишутся много очень женщин страдающих, но это полная дикость. Объясняю, как устроено финансовое благополучие семьи. Человек может управлять, увеличивать, например, только то, чего контролирует. Вот если мужчина по этой формуле живет, женщина что заработает себе, а я все что заработаю для семьи, это офигенно благородно, но это для нищих. И такой мужик никогда не будет зарабатывать деньги. Это очень благородно и очень удобно. Вот я какую-то маленькую сумму получил в месяц, 50 тысяч рублей такой, и все семье отдал. Вот видите же все отдал, но не требуйте от меня большего. Подождите, но я же все отдаю. Ну это будет хамстом с вашей стороны требовать, чтобы я еще больше зарабатывал. Я же все отдаю. Понимаете, это дикость несусветная. Плюньте просто в этого психолога, вы найдете его на просторах интернет, прогуглите, прокомментируйте, что он просто вообще не прав. То есть сопляк, который не понимает, как устроен мир. Мир устроен так. Я буду больше денег получать, если я от них получаю кайф. Если от них я вознаграждаю самого себя. То есть если у меня есть свой собственный кошелек, я могу сам этими деньгами распоряжаться и получать удовольствие от того, что я на них покупаю. Отдых, возможности, вещи и так далее. Тогда мое бессознательно говорит, блин, как классно, давай еще больше денег подними. Но если я пришел, все такое бросил в копилку такой и сам не умею себе ни джинсы купить. Женой иду такой, типа надо мне вроде джинсы. Ну давай пойдем купим тебе любимые джинсы. Ну ты же все семье же отдаешь. Ты же такой честный, порядочный, ты же такой молодец, ну надо тебе штаны купить. Это игры нищих людей, игры. Не в эти игры играют успешные. Понимаете? Если даже успешные состоявшиеся мужики, читайте по губам, приносят какую-то сумму денег, вообще не всю, но какую-то, и кладут на видное место, жене говорят, ну пользуйся. Они про себя знают. Следующее. Либо они официально договорились с женой, что она берет какую-то сумму не больше, а остальные, если нужно, то согласовывать с ним. Либо не договорились специально, но он точно знает, что она никогда не превысит вот такую сумму. И он знает, что вот он положил на тумбочку 3 миллиона, она возьмет ну 200, ну 500. Больше не возьмет. Это все равно деньги его. И он ими распоряжается. Вот тогда он ощущает мужиком себя, ощущает кайф от своей жизни. И доход может увеличивать. А люди живущие по формулу семьи, что же деньги жены, это ее деньги. А мои все без остатка, все на всю семью, а у меня своих не остается, это обреченные семьи, нищенская психология и нищета. И там не будет роста доходов. Никакого. Это игра психически.